Краснодарская пожарная команда старейшая в стране. Она была учреждена 3 марта 1795 года и за свою более чем 220-летнюю историю прошла большой путь в развитии техники, применяемых методов и способов тушения пожаров. На благодарственном молебне, посвященном юбилею пожарной охраны Кубани, побывали и наши корреспонденты. Поводом к созданию пожарной охраны в Екатеринодаре послужил пожар 28 февраля 1795 года, который уничтожил одну из землянок. И, как выяснилось, для тушения пожаров не имеется во всем городе никаких способов – инвентаря, оборудования, обученных людей. Войсковое правительство отдает приказ завести в каждом курине по одной бочке с водой на телегах для тушения пожаров. Однако официальной датой учреждения пожарной охраны в Екатеринодаре считается 3 марта 1795 года. Постепенно пожарная команда совершенствуется, укрепляется как профессиональная пожарная организация. А в 1843 году строится первая деревянная каланча. После революции 1918 года дворы и отделения переименовываются в пожарные части. В последующие годы происходит коренное техническое перевооружение организации. А в 1925 году Краснодарская пожарная команда получает высшую правительственную награду того времени – Орден Трудового Красного Знамени. В наши дни пожарно-спасательная служба края включает в себя 48 отрядов, в которых трудится более 7 тысяч человек личного состава. Профессиональной подготовки личного состава непосредственно возрос до тех высот, которые позволят и в дальнейшем будут позволять ликвидировать последствия пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций, которые существуют вообще в целом в мире. 3 марта в пожарной части Славянского Кубани состоялся благодарственный молебен, посвященный 220-летней годовщине образования пожарной охраны Кубани. Отслужил его священник Свято-Успенского храма отец Олег. Он поздравил славянских огнеборцев с их праздником. Поэтому хочу лично от себя поздравить вас с сегодняшним вашим праздником, дорогие братья и сестры, пожелать вам здравия, долгоденствия, семейного благополучия, чтобы меньше было эксцессов, меньше было пожаров. В священник прочитал молитву, после чего окропил служащих отряда святой водой, чтобы огнеборцы всегда были защищены от беды в нелегком деле спасения людей от пожаров. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова